Ли Фандерсон. «Маленький красный дом». Глава первая. Келси Фостер. Где-то в Нью-Мехико. 1997 год. Ночи кажутся бесконечными, а дни ещё хуже. Он должен умереть. Говорю я себе снова и снова. Эта мысль единственная, что помогает мне держаться. Половицы скрипят над головой. Мои плечи напряжены, мышцы сжаты. Этот му**к вернулся домой, где бы он ни пропадал с утра до заката. Я следила за каждым его движением. Вверх, вниз, по этой богом забытой дыре в течение последнего часа. Ему нравится дразнить меня. Я жду. Как обычно жду. Я шевелю запястьями, пытаясь восстановить кровоток. Доска подо мной вонзается мне в спину тысячи крошечных булавочных уколов. Подушка пахнет гнилью и плесенью. И она крыта какой-то толстой звериной шкурой. Здесь, в подвале, жарко, сухо. И он кишит мелкими тварями, которые шныряют по ночам из угла в угол. А шкура воняет шариками от моли и запахом тела. Каждое утро этот ублюдок протирает мою кожу прохладной влажной тканью. Смывает пот. Ищет, по его словам, укусы пауков. Это фальшивое проявление человечности, которое я использую против него. Я слышу, как отодвигается засов и задерживаю дыхание. Ему потребуется ровно 13 шагов, чтобы добраться до подвала. Шарк. Шарк. Я считаю каждый звук. На 13 шаге он снова остановится, чтобы забрать свое оборудование. Я представляю этот стол. Представляю инструменты. Арсенал инквизитора. Еще семь шагов, и я почувствую его пальцы, развязывающие меня, на своих ногах. Он распутает мои щиколотки. Только их. Руки же, впивающиеся в грубую доску, останутся связанными. Я почувствую его язык на своей шее. А сам он при этом будет ощупывать, хватать, шарить. Даже хуже, чем твари, двигающиеся по моей обнаженной коже ночью. Хуже, чем заноза в моих ладонях. Я не буду пытаться скрыть отвращение. В этом нет смысла. Я пыталась играть покорную жертву, презрительную доминантку, ворчливую мамочку. Результат всегда один. Он хочет лишь одного. Получить удовлетворение, используя любые инструменты, которые заводят его в этот день. Он будет рычать, стонать, обливаться едким, склизким, отвратительным потом. А я буду лежать неподвижно, наблюдая за ним. Следить за потоком света, который просачивается в голую, темную комнату сквозь картон, закрывающий единственное узкое окошко моей тюрьмы. Встреча ледяных глаз с ледяными глазами. В моей голове это еще один пункт, чтобы запомнить. День. Яркость луны. Уровень жестокости, измеряемый от одного до четырех. Веду свой внутренний журнал, подбирая удобный момент. Я всегда в ожидании. Это противостояние, говорю я себе. То, которое я выиграю, если смогу просто перехитрить своего соперника. Финал игры очевиден. Только один из нас покинет этот дом живым. И это будет не он. Глава вторая. Констанс Фостер. Нью-Йорк. Потому как тени падали на его голый живот, плоский, вздымающийся, я могла сказать, что был почти полдень. Простыня подо мной царапалась точно наждачная бумага, а та, что сверху едва ли не хрустела от засохшего пота и чего-то еще более отвратительного. Я перевернулась. Голова пульсировала. Прошло 22 ночи, а у меня уже почти не было наличных. И мне приходилось спать на полу у какого-то парня в квартире недалеко от Челси. Брайан. Брюс. Брэнд. Черт его знает. Суть была в том, что случилось именно то, о чем говорила Ева. Я растратила те небольшие деньги, которые у меня были, и оказалась на улице. Это ненадолго. Я что-нибудь придумаю. Вчерашний талон на питание неуклюже выбрался из постели, поднял шторы так, чтобы солнечный свет лился из пыльного окна на матрас на полу, разгоняя тараканов. Он бросил мне полотенце, пахнущее потом и спермой. Ты можешь принять душ первый. Его взгляд упал на часы над кухонным столом в студии. Тебе нужно поскорее убираться отсюда, Конни. И вот он был виноватым, но в глазах мелькнула паника. Я порылась в своей спортивной сумке. Что, больше не свободен? Я сказал, что не женат, и я не женат. Но у тебя есть девушка. Она не девушка. Просто друг. Он отвернулся, пряча глаза. Она бы не поняла. Ну, то, что ты здесь и все такое. Разумеется. Судя по тусклой бескусице квартиры, я бы предположила, что девушка, которая просто друг, действительно являлась просто другом. В противном случае она оказала бы какое-то влияние на эту свалку или, по крайней мере, вдохновила бы его на уборку. Но я искала признаки другой женщины две ночи назад, когда мы только приехали. Ни второй зубной щетки, ни тампонов, ни геля для душа с ароматом лаванды. Он не был женат. А если и был, то они со своей второй половинкой не жили вместе. Эта квартира недостаточно хороша даже для того, чтобы быть любовным гнездышком. Он сказал, что юрист. Основываясь на адресе и качестве его одежды и электроники, я могла бы поверить, что он был кем-то вроде адвоката с низким доходом и не слишком хорошо справлялся со своей работой. Или, может быть, бесплатный государственный защитник. Или помощник юриста. Или, может быть, он был лжецом и чистил туалеты на Пенсильванском вокзале. Чем бы он ни занимался по жизни, сейчас он стоял с жалкой щетиной, проросшей на его румяном лице, прикрываясь руками, пытаясь спрятать свой сморщенный пенис. Я потянулась и встала с кровати, обернувшись грязным полотенцем. «Тебе есть куда пойти?» Он выглядел искренне обеспокоенным. Я была бы тронута, если бы не его растущая эрекция и не следы от ногтей на груди. Вчерашняя пятая порция бурбона и схватка на полу вернулись ко мне облаком сожаления. Во рту был привкус оружейной смазки. Векин или от желания закрыться. Плюс один балл для Евы. «Конечно», — сказала я, внезапно больше всего на свете, желая убраться из этого места. Я натянула брюки карго и черный свитер с высоким воротом, который, казалось, стягивал мне шею. «Тебе нужны наличные?» — поинтересовался он, наблюдая за мной, пока доставал одежду из корзины на полу. «Я не профессионалка». «Я знаю», — покраснел он. Надел боксера, однако его член полной надежды все еще натягивал клетчатый рисунок трусов. Это было весело, Конни. А девушка, она просто друг, честно. Я тебя когда-нибудь еще увижу? Сомневаюсь. Я обернулась, увидела замешательство в его глазах и услышала голос Евы в своей голове. «Ш*** однажды, ш*** навсегда». Я подумала о том, чтобы поцеловать его в щеку, но решила не делать этого. Спасибо за приют и за хорошо проведенное время. Он схватил мою руку, притянул ее к своей промежности. Я пихнула его кулаком в живот, прорычала придурок и протиснулась к двери. Идти мне было некуда. 22 дня я экономила свои деньги, и у меня осталось 68 долларов плюс десятка, которую я стащила с кухонного островка Брайана, Брюса, Брента. Деньги, как я рассуждала, спасенные от тараканов, плюс карты метро. Трудно найти работу, когда у тебя нет адреса, но первая комната, которую я сняла, оказалась в притоне для наркоманов. Я пробыла там пять ночей. На шестую запах живых трупов в соседней комнате вывел меня из себя. Мне нужен был способ заработать деньги. Если бы я попросила, Ева отправила бы мне, но я бы скорее умерла, чем позвонила, потому что цена была слишком высока. Облака сгущались над головой, окрашивая пространство между небоскребами в раздражающий серый цвет. Я побрела по восточной 42-й улице, решая, что делать дальше. Первые капли упали, когда я добралась до 5-й авеню и вбежала на центральный вокзал аккурат перед началом майского ливня. Внутри я купила багет и маленький пакетик миндаля. Я обменяла карту метро на место в вагоне. Человек может ездить в метро очень долго, тем более, что у меня не было никакой необходимости где-то выходить. Должно быть, я заснула. Мои глаза резко открылись, но невыносимое чувство дезориентации ослабело не сразу. Свет в вагоне казался неестественно ярким. Достойные апокалипсиса пассажиры с пустыми глазами сидели упорно, игнорируя друг друга. Женщина с помятым лицом, покрытым грязью и морщинами, смотрела на меня, протянув руку. Открытая рана гноилась на коже ее правого предплечья, а на пальцах виднелись характерные узелки, от бесчисленных ночей, проведенных на улице. Ей могло быть и 60, и 40. Я отвела взгляд в сторону, к окну, и потерла лицо. Отражение, смотревшее на меня, было изможденным, худым и угловатым. Ни следа прежней пляжной Констанс. Я предположила, что это и являлось причиной маленьких игр, затеянных Евой. Когда другие меры не сработали, она перешла к тяжелой артиллерии. Тонуть или плыть. Жить или умереть. Стереть границы между безумием и здравомыслием. Игра, в которой моей сестре Лайзе не пришлось бы участвовать. Бездомная женщина хмыкнула. Она стояла, держась за перила передо мной. Ее голова была склонена в мольбе. Синяки усеивали ее шею. От нее воняло потом и гниющим мусорным баком. Я напомнила себе, что и она была чьей-то дочерью. Черт возьми. Я потянулась за своей сумкой, полагая, что пятидолларовая купюра принесет ей больше пользы, чем мне. Вот только моя сумка пропала. Я привязала ее к ноге на случай, если задремлю. Но кто-то, должно быть, отцепил ее в перегоне между станциями. «Ты видела, кто взял мою сумку?» спросила я женщину. Она снова протянула руку и застонала. «Кто-нибудь видел, кто украл мою сумку?» Мне не понравилась истерика в моем голосе. И, очевидно, бездомной женщине тоже. Она отступила в тень. Полдюжины других людей в вагоне уставились на стены и пол. Негласный кодекс нью-йоркских обездоленных. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Дьявол. Я встала, радуясь, что мой телефон и маленький рюкзак все еще были на месте. Я держала свои деньги раздельно. Часть в сумке, часть в маленьком кармашке, который я вшила в лифчик, а остальное в рюкзаке. Я пришла к этому на собственном горьком опыте в моем первом тестовом городе. Чикаго. Но в сумке лежали моя одежда и айпад. Вещи, которые я никак не могла купить на те небольшие деньги, которые у меня оставались. Крик булькнул и замер у меня в горле. Закрыв глаза, я снова села. Нравится мне это или нет, но мне больше некуда идти. У меня все еще был мой телефон. Ева оставила мне хотя бы его. Я бы нашла приют на ночь, а завтра отправилась в Сохо. Я бы снова попыталась отыскать какую-нибудь работу. Держатель вывески, билетер, мойщик полов, без разницы. Меня бы устроила. К черту колледж, к черту мое наследство, к черту лайзу. Игры устарели. Возможно, я действительно сумела бы избавиться от Евы. Бездомная женщина вернулась, ее глаза впились в мои. Проваливай. Прорычала я, чувствуя злобу ко всем на свете, и отмахнулась от нее. Она вздрогнула, забившись обратно в свой угол. Я отогнала стыд. Поезд подъехал к последней остановке на линии. Он направлялся обратно на центральный вокзал, а затем останавливался на ночь. Но с меня было довольно навязчивости моей бездомной попутчицы. Я сунула два доллара в руку несчастной женщины и выскочила из метро. Я решила рискнуть здесь. Что мне терять? Он сказал, что его зовут Ирвинг. У него были длинные руки, белые зубы и волосы цвета грязного снега. Я возненавидела его с первого взгляда. Его губы коснулись моей шеи. Я ощутила запах итальянского сэндвича и табака, и мой желудок предательски заурчал. Багет и орешки тоже остались в сумке. Он услышал это и улыбнулся. Я отстранилась. Глаза метались по сторонам в поисках выхода. «Сколько?» Прошептал он. За анал. Бар был почти пуст. Я воспользовалась туалетом, чтобы умыться, а затем пила стакан минералки так долго, как только могла, в поисках дружелюбного лица и бесплатных орешков. Я не нашла ни того, ни другого. Только Ирвинга. Я отказалась от его предложения выпить, но он, должно быть, почувствовал моё отчаяние. Такой хищник, как он, мог учуять это во мне. Сладкий аромат для его извращённых чувств. Его язык скользнул по моему уху. «Да ладно, сколько?» Я могла бы уйти и взять такси, вот только у меня не было денег на проезд. Метро находилось всего в квартале отсюда. Я могла бы убежать, даже если бы он последовал за мной. Продолжать кататься на поезде до рассвета. Я встала. Он схватил меня за руку. Я стряхнула её, бросила доллар за воду на стойку бара и направилась к двери. Это место пахло одиночеством и сожалением. Я увидела чернокожего мужчину в деловом костюме, наблюдавшего за нами с другого конца бара. Ирвинг последовал за мной через двойную стеклянную дверь на пустынную улицу. Холодный воздух, словно пощёчина, взбодрил меня. «Эй!» — крикнул Ирвинг. «Ну-ка, вернись!» Я продолжала идти, ускоряя шаг. Он был быстр для своего возраста. Я почувствовала его хватку на своей шее и невероятно длинную руку на моей талии. «Я же сказал тебе вернуться!» Ирвинг притянул меня к себе, приставил нож к ребрам. Другой рукой он стащил с моих плеч рюкзак. «Ты же хочешь этого, значит, пойдёшь со мной!» Я сделала глубокий вдох, затем выдохнула, успокаивая свои нервы. Моё сердце колотилось где-то в горле, и я молилась, чтобы оно замедлилось. Я знала таких людей, как Ирвинг. Страх был его наркотиком. Он поцеловал меня в ухо и вцепился в грудь. «Всего на несколько часов. Я ведь старался быть вежливым». «Ладно. Хорошая девочка». Я расслабила мышцы, подалась к нему, отстраняясь от ножа. Уличные фонари пульсировали, но то была уловка моего сужающегося зрения. Я услышала какой-то шорох позади нас. Увидела свет других уличных фонарей в конце квартала. Он всё ещё держал меня. «Пятьдесят баксов», — прошептала я. «Двадцать». Он помахал рюкзаком перед моим лицом вне пределов моей досягаемости. И я делаю всё, что пожелаю. Ладно. Он начал отпускать меня. Резким толчком я схватила его за запястье и вывернула руку назад. Что-то хрустнуло. Нож со звоном упал на землю. Мобы уставились на это, но я сильнее потянула его за согнутую руку и пихнула коленом в поясницу, целясь в почке. Он застонал. Отвратительный звук, который начинался низко и сворачивался вокруг себя, пока не превратился в рокот. «Беги», — сказал голос позади меня. Это был деловой костюм из бара. Он поднял нож. «Я прослежу, чтобы он не последовал за тобой». Я ещё раз пнула Ирвинга в спину для пущей убедительности. Затем сделала всё возможное, чтобы подтолкнуть его к деловому костюму. Тот превосходил Ирвинга на шесть дюймов и двадцать фунтов. «Спасибо», — сказала я. Деловой костюм кивнул. Я рванула с места и, не оглядываясь, добежала до входа в метро. Рассвет наступал медленно. Из угла вагона метро я наблюдала за парадом человеческих тараканов, входящих и выходящих. Одни трезвые, другие под кайфом. Некоторые честные, некоторые нет. Мне было всё равно. У меня не было ни действующего удостоверения личности, ни денег. Мне некуда было идти. Уж точно не обратно в Вермонт к Еве. Я знала, чего она хотела, чтобы я потерпела неудачу, чтобы я прибежала обратно, сказав ей, что она права и что мне нужно остаться с ней навсегда. Я бы этого не сделала. Уж лучше я сгнию здесь, став жертвой собственного упрямства. В семь пятнадцать я выбралась на солнечный свет, вернувшись к центральному вокзалу. День был ясный и обнадёживающий. Город проснулся. Мои ребра пульсировали в том месте, куда Ирвинг ткнул меня. Слюна во рту казалась липкой. Вынув все оставшиеся у меня деньги, я взвесила, стоит ли посещать столовую. В семь двадцать четыре зазвонил мой мобильный телефон. Поскольку зарядного устройства не было, мне повезло, что он всё ещё работал. Я взглянула на высветившееся имя абонента. Лайза. Чего она хочет? Лайза без предисловий сообщила. Она мертва. Кто? Тётя Ева. Ровный тон. Я задумалась. Говорит ли она мне правду? У меня поплыло перед глазами. Что? Как? Несчастный случай. В озере. Что за несчастный случай? Пауза. Она утонула во время утреннего купания. Это не похоже на Еву. Моя светловолосая, голубоглазая, чертовски богатая мать стала жертвой чего-то столь обыденного, как несчастный случай? Невозможно. Её кончина была бы какой угодно. Падение с небоскрёба, авиакатастрофа. Жанна Дарк из «Де Лерис Хуланч». Только у Евы Фостер не было дам, с которыми можно было бы пообедать. Ни друзей, ни привязанности, ни тёплых чувств. Она была снежной королевой. «Тебе нужно приехать домой», — проговорила Лайза. «Дом? У меня не было дома. Я пришлю за тобой машину», — сказала Лайза. «Твоя борьба окончена». Она сделала паузу. Пришло время вернуться. «Я не приеду». Но даже когда эти слова слетали с моих губ, я понимала, как беспомощно они звучат. «Конечно же, я вернусь в Вермонт. Куда мне ещё идти?» Лайза не стала дожидаться, пока я передумаю вслух. Она не сомневалась, что я так и сделаю. Точно так же, как всегда, знала способы успокоить Еву. «Я пришлю Дейва с машиной», — продолжила она. «Поторопись, Конни. Я буду ждать тебя в поместье». Она сделала паузу, а когда заговорила снова, я услышала, как треснула её самоуверенность. «Ты мне нужна».